Девушки отдыхают Я решил хапнуть груз, который мне не по плечу В частности, это в основном связано с тем, что было на канале два больших прохождения таких игр, как Skyrim и Fallout 3 Еще просто Skyrim и две обычные игрушки я бы, наверное, потянул Но в совокупности Fallout и Skyrim дают очень большой объем контента, который было тяжело осилить за 3-4 часа Это то время, которое я обычно трачу на игры Причем раз в 3 дня Я не сижу каждый день, я играю, поэтому многое, что вы советуете, я не всегда успеваю применить Обычно я сяду ночью или под утро, 3-4 часа потрачу на запись серии и потом выкладываю по одной серии в день Когда у меня находилось, кстати, время отснять все серии, еще у меня накладывалось то, что у меня плохой интернет Это еще плюс к тем проблемам, которые у меня были Не считая то, что отнималось очень много времени моего личного Но так еще интернет подводил, довольно часто было так, что выставляешь на загрузку серию на YouTube и ждешь практически сутки Потом он неожиданно выдает ошибку и начинаешь это делать все заново Это довольно сильно бесило Теперь же я закончил Fallout 3 Закончил The Suffering и думаю, что буду тянуть вот один Skyrim Мне он очень нравится, я надеюсь вам тоже Моя девушка тоже в восторге от этой игры Я боюсь, как бы она сама туда на простору не ушла Когда нужно ждать твоей серии, я лучше сама все пройду Нет, но я буду стараться и почаще снимать тогда И заранее для нее лично ссылочку давать А вам по стандартному Одна серия в день, ребята, чтобы у меня было время как на личную жизнь, так и тянуть еще одно прохождение Которое я очень хочу начать Это игра Advent Rising Я про нее вам уже рассказывал в одном из прошлых, по-моему, подкастов Ну и ничего, повторюсь, в свое время эта игра должна была начать трилогию Наподобие Mass Effect'а В Mass Effect'ах, хотя тогда вообще и даже в помине, по-моему, не было Все люди, которые занимались Mass Effect'ом, тогда все, наверное, только наподобие мыслей держали А тут была уже готова целая вселенная Разработан сценарий Писал сценарий Парень, который, по-моему, писал довольно неплохие сценарии к фильмам Я точно вам не скажу, но вы обратитесь к Google Он вам подскажет Я просто серьезно никогда не готовлюсь вот к таким вот мероприятиям, то есть подкастам Я все беру сейчас из головы, что помню, то и говорю Игра в свое время, я уже говорил вам, что прошла мимо меня, я как-то взял и не поиграл в нее, хотя вот диск у меня теперь есть И я вот не примену сейчас исправить свою оплошность и пройти эту игру для канала Только есть одно но Возможно, она не сможет играть или запускаться на моем современном компе Даже в то время она была, вот что единственное, не оптимизирована Помню, в статье в игромане писали о том, что довольно криво оптимизировали игру И в связи с этим, возможно, будут у меня проблемы Если она совсем не запустится и я не смогу решить эти проблемы, я думаю тогда начать прохождение серии The Crisis От Крайтека В свое время игра была идейным продолжением Far Cry первого Помните тот остров, мутанты и все остальное Я не знаю только Это, по-моему, были эксперименты, а не напланетяне А в Кризисе уже полномасштабная такая история о том, как на Землю напали напланетяне Как мир буквально погрузился в хаос постапокалипсис И мы сейчас, наверное, увидим развязку в третьей части Она вышла совсем недавно, но ее пока у меня нету Я посматриваю время от времени перерывами, так чисто на графику, посмотреть серии у Артура И также смотрю The Alien Colonial Marines Сама игра, кстати, тоже мной куплена Но я так решил, с учетом того, сколько швака было вылито на эту игру Что для канала тогда я не буду ее записывать Мало кому она будет интересна Я не думаю, что я соло смогу создать ту атмосферу С теми багами и событиями, что присутствуют в игре Что не привлечет вас Я не пытаюсь привлечь новых людей Новым людям, думаю, вообще она неинтересна будет Потому что вот именно швак А атмосферу и все остальное будет тяжело привести соло А искать еще людей на прохождение этой игры будет тяжело Потому что я обратно же говорю, я прохожу довольно поздно ночью Это либо 5-6 утра, либо после 12 ночи Что может просто привести к тому, что я не смогу найти человека, которым смог бы копирироваться и каждый раз отснимать серии Ну это, собственно, причина, что Каунел Маринос не будет у нас на канале Гост Вариор, меня просили пройти снайпер Я его не нашел, у нас вообще его в магазинах нету Разве что скачать, но я не хочу это делать Я предпочитаю проходить те игры, что у меня есть хотя бы рядом на диске Вот у меня Фаренгейт, сейчас, кстати, лежит Морвинд Это я так достал ради ностальгии, установил на компьютер, поставил на OCD И иногда пробегаю 1-2 миссии или 1-2 квеста В Морвинде, кстати, можно просто бегать и путешествовать, знаете Несмотря на то, что там такая страшная сейчас графика по современным меркам Мне нравится этот мир Я обязательно в Скайриме посещу остров Солдсхейм, который из Драгонборна И я снова окунусь в эту атмосферу неповторимости Морвинда Силстрайдеры, Данмеры, дома Редоран или какие там еще, я не помню Вивик жалко не увидеть на современных мощностях Скайрима Я бы хотел посмотреть на этот город В свое время он поразил мое воображение, я до сих пор помню этот город на воде Ну и ладно, я немножко отвлекся Также я хотел бы вам рассказать, почему нету прохождения Юры В основном это, наверное, связано с тем, что у него, во-первых Полностью отрубился сначала интернет Потом ему поставили интернет, который обещали ему поставить Он вроде что-то отснял, но как-то, видать, его муза покинула И серии, как вы видите, он больше на канал не выкладывает Я за это извиняюсь, потому что тоже моя вина Я в ответе за то, что творится на моем канале И все претензии могут быть только ко мне Вот так вот, я поэтому убрал на канале С бэкграунда прохождение Део Майкрай и World of Warcraft Не знаю, Део Майкрай будет ли пройден до конца Вообще, я бы сам прошел эту игру Но я хотел бы проходить тогда начать с первой части Потому что надо, чтобы многие узнали Вообще игру, какая она была в самом начале Потом немного провальная вторая часть Великолепная третья часть Хорошая четвертая часть И потом уже вот полный перезапуск Део Майкрай Там, конечно, тоже довольно много интересного Обыграли потребительское общество, так скажем Идею развития и того, что это все нас порабощает Это довольно интересно все Но я как-то привык к тому белого волосому Данту Пову-демону, который рубит всех налево и направо под рог Тут же у нас Нозия И камбо-чист или как-то так называется группа Я, кстати, добавил одну из песен у себя в ВКонтакте Чисто для себя О, кстати, заговорил о ВКонтакте Хочу сказать по поводу того, что Многие просят дать контакт Добавить в друзья в скайп, майл Ребята, я четко провожу линию между Моей жизнью и каналом Я могу вас добавить на канал, друзья Если кому это очень прям надо Могу общаться в личных сообщениях на канале Но заниматься тем, чтобы В не пределах канала общаться я не хочу Там уже моя личная жизнь Мои собственные интересы Моя жизнь не слоится только к тому, что Я снимаю серию на канал Это так, хобби, которое я надеюсь Будет у меня отнимать не так много времени И я буду находить, собственно Это время, чтобы отснимать серии для канала Даже для одного человека В принципе скайрим я и начал Ради одного человека, который очень дорог для меня Так, на этом я думаю Давайте закончим этот подкаст Потому что я обратно сейчас уйду За 10 минут, а не думаю Что кто-то будет меня столько слушать Спасибо всем за прослушивание До скорых встреч, всем пока